Всем привет, мои дорогие девчонки и, конечно же, мальчишки! Сегодня у нас с вами обзор 17-го каталога Фаберли. Он очень классный, в нем столько новинок, что просто, ну, не знаю, я прям не знаю и растерялась. Девчонки, пишите, пишите, обязательно пишите, что вам взять из новиночек на обзор. Я, конечно же, буду к вам прислушиваться, потому что хочется все и сразу. Итак, сразу мы видим, что у нас гламтим, будет новая глэмтим, точнее, наверное, да? Будет новая линейка декоративной косметики, вообще просто обалденная, шикарная! Я уже видела много обзоров, мне все практически нравится. А вот эта палеточка 1500, дороговато, да, и она у нас будет подарком за регистрацию. Я уже пересмотрела все варианты, может быть, мне зарегистрироваться, но тут надо сделать заказ на 2000, да, чтобы в следующем каталоге получить эту палетку. Передумала все возможные варианты и, увидев обзор на эту палетку у випов, да, поняла, что, ну, не стоит она своих денег и регистрации она не стоит тоже. Я лучше по Фаберлик-клубу возьму, обновлю свою любимую палетку с тремя оттенками, где вот этот вот цвет, это у нас скульптор, гораздо благороднее, чем в этой палетке и насыщеннее. Румяна почти такие же, только тоже в палеточке немножко понасыщеннее. Позже покажу, про какую я палетку говорю. Она есть в Фаберлик-клубе, ее можно взять за рубль. Вот, и хайлайтер по благородней тоже в моей любимой палетке. Здесь он отдает какой-то в розовый цвет, тоже не очень насыщенный. Пудра, ну, она мне вообще ни к чему здесь, это будет очень неудобно. Это бронзер, ну, какой, девчонки, это бронзер? Это второй хайлайтер с небольшим бежевым свечением. Поэтому, все, я остановилась на том, что я не буду регистрироваться заново и покупать ее за такие деньги я тоже не буду, девчонки. Дальше поехали. Помадки новые, помады увлажняющие по 299 рублей. Видела обзорчики, цвета все совпадают. Я бы выбрала себе, судя по сводчим и по каталогу, оттенок классический нюд и натуральный бежевый. Вот эти мне оттенки нравятся больше всего, но так как помад куча, и я не очень как бы люблю увлажняющие помады, мне больше нравятся матовые. Я не знаю, брать, наверное, не буду. Пишите, девчонки, если хотите обзорчик на помадку, пишите. Матовые помады смотрела тоже, девчонки, обзор. Они у нас, получается, будут 329 рублей, да, по цене каталога. Это, мне кажется, судя по обзору, по сводчим у девочек, полный аналог помады Vivienne Sabo. Они абсолютно не стойкие. Ну, как не то, что абсолютно. Стойкость-то какая-то там есть. Они кремовые. Кремовая такая, знаете, матовость. То есть она не застывает. На руку нанесете сводчика, можно его рукой же так же истереть легко. Они не засыхают, не трескаются, соответственно. Это как бы большой плюс. Очень нежные, мягкие. Вот. Но тоже хватает у меня матовых помад. Вот, знаете, я смотрела сводчи на все эти оттенки. Мне ни один не понравился. Вот, чтобы себе выбрать прям какой-нибудь классический нюд, мне вот ни один цвет здесь не понравился. Если только вот коричневый. Ну, коричнево-бордовый тоже темный. Видела сводчи у девочек, да. Вот прям, ну, как-то ни один вообще не зашел, честно говоря. А вот блеск буду брать 100%, потому что, ну, классно. Ну, хочу, супер. Мне напоминают это блески моей молодости. Цена у нас получается, девчонки, так, 299 рублей по каталогу. Мне очень хочется взять либо вот этот верхний розовый, либо таракотовый. Ну, больше, конечно, вот глаз падает вот на этот вот таракотовый. Еще очень красивый нежно-персиковый. Я тоже видела все сводчи на эти помады. Есть небольшие несовпадения, но в целом вроде как в стике. Ну, с учетом того, что это блеск, видите, да, как на губах. То есть это будет легкий отлив, либо в сторону, да, там, лиловых, коричневых, персиковых и так далее. Так, следующая новинка у нас, да, это тени. Тени и тушь. Тени в стиках мне не понравились. Мне не нравятся оттенки. Я видела сводчи. Они пылят. Они не сильно пигментированы, средние. И не все оттенки хорошо поддаются тушевке. Из предложенных я, конечно, выбрала бы вот эту палетку. Но я здесь пользовалась бы, девчонки, только вот этими двумя цветами. Но из-за двух цветов я палетку брать не хочу. Ну, вот этот на край. На крайний случай, на уголок глаза. А вот эти вот рыжие, золотые, бронзовые я не очень люблю в оттенках. Поэтому тени брать не хочу. И цена завышенная. Можно взять хорошую палетку. Эвлин классного качества. Хорошо пигментированную. За 400 рублей. И вообще не парятся. Где будет даже больше оттенков. Тушь, девчонки, хочу взять. Хочу взять и протестить. Мне кажется, это крайне удачная кисточка. Мне сейчас больше всего нравятся туши удлиняющие. И как раз здесь у нас тушь удлиняющая. С силиконовой кистью все, как я люблю. Цена, в принципе, приемлемая. Со скидочкой консультанта очень выйдет. Даже ничего себе. Как раз моя белорусская тушь подходит к концу. Там, кстати, аналогичная кисточка. Может быть, чуть поуже к концу. Поэтому я думаю, она мне понравится. Буду брать. Дальше тональные кремы пудра. Пудра очень интересная. И цена на нее нормальная. Но у меня есть пудра. И, возможно, я ее возьму немножко попозже. Смотрела тоже, девчонки, на нее свотчи. И естественный бежевый, который посерединке, он гораздо темнее. Он прям для загорелого лица. Он желтит. Да, он реально желтит. Мне понравился оттенок бежевый. Очень симпатичный. Но тоже у девочек-белоснежек может желтеть. А вот этот цвет, светло-бежевый, он белый. Девчонки, он практически белый. Выбелять будет нереально. Поэтому, ну не знаю. У меня средний как бы цвет и тип кожи. Я и не белоснежка, и не смуглая. И вот я бы взяла бежевый. Я подумаю. И когда свою пудру, которая сейчас у меня есть, добью. Не хочу делать большие запасы. Обязательно вот эту вот попробую. Тональный крем. Прям вот думала, возьму-возьму. 100% посмотрела обзоры. Но настолько мнение противоречивое. Вы знаете, кто-то пишет, что матирует кожу. Кто-то пишет, что она сияет, да, как у модели. Но мне вот это вот чрезмерное сияние я не слишком люблю. Я лучше сама хайлайтером подсвечу. Поэтому я тоже пока повременю, девчонки. И посмотрю еще обзоры получше. Говорят, что... Не говорят, точнее, я видела в обзорах слоновая кость, которая, по сути, должна быть, да, светлым оттенком. Она у нас по факту получается самым темным. Слоновая кость. Прям вот для загорелых. Очень-очень темный оттенок. Девчонки, смотрите, аккуратнее. Натуральный розовый и светло-розовый тоже желтят. Я не знаю, почему они так называются. На свочах у девчонок на видео они желтят. Слегка желтят. Поэтому здесь, мне кажется, лучше брать пробники, потому что, ну, не совсем бюджетная цена, скажем так, да, и не сильно дорого. Но чтобы не ошибиться, девчонки, я бы, конечно, брала на вашем месте пробнички. Новая акция у нас. Шопинг с удовольствием. Закажи, оплати на сумму от 999 рублей. Получи купон на скидку 50% в следующем каталоге. Будем копить. В общем, за каждую тысячу опять нам будут давать купоны на 50%. Я искренне надеюсь, что сюда будут входить и новинки. Новинки вот этой вот коллекции. И что в следующем каталоге мы сможем именно их взять вот по этой акции. Девчонки, я быстренько пролистываю платья, потому что все мы уже знаем, что они у нас одноразовые. У них очень прихотливый уход. Их нельзя стирать и так далее. И обзоры мы видели только для очень худых, стройных девочек. И то, как бы я не вижу смысла, не оправдывают они свою стоимость совершенно. Вот такой кулончик. Я вам сейчас его покажу. Девчонки, у меня знак Водолея. Я вообще, судя по картинке, вот Водолей. Вот он, да? Думала, что здесь будут какие-то промежутки, что ли. Нет, он слитный литой. И здесь есть камешки. Вот так он выглядит, знаете, как помятая монета получается. И камешки на видео, я смотрю, вам не очень видно. Камешки есть. Фокус. Вот. Видите? Вот тут камешки блестят, да? Вот здесь есть несколько камешков. И такая абстракция, если приглядеться, конечно, можно понять, что там нарисован Водолей и цепочка. Девчонки, отзывы тоже неоднозначные. Говорят, что бижутерия Фаберлик плохая, сразу темнеет. Я не соглашусь. Я носила его и на одежду, и носила на голое тело. Ну, раз 10 уже надевала. Конечно, купаться в нем не стоит. И спортом там заниматься и так далее, чтобы на него попадала какая-то лишняя влага. А так ничего у меня не потемнело. Все как было в первозданном виде. Все, в принципе, так и есть. Поэтому, кому приглянулись эти кулончики, вот у меня уже в носке они пару недель. И ничего с ним, в принципе, не случилось. Блестит, красиво и сверкает. Смотрится очень неплохо, особенно на водолазочку. Девочки, меня просили что-нибудь еще из новогодней коллекции взять, протестировать. Девчонки, смотрела обзор улев. Уже много чего нет на складе, к сожалению. Я искренне надеюсь, что будет мышка. Вот это девочки просили делать на нее, сделать обзор. Я хочу заказать ее и попробовать. Я делаю заказ всегда в первый день каталога действия. Поэтому, девчонки, ждите. Если на складе будет, я вам ее покажу. Если не будет, ее уж хотя бы хотела на худой конец вот такой светильник. Я знаю, что это за светильники. Там несколько лампочек. Они работают от маленьких таких кругленьких батареек. Фикси такие в свое время продавали. Сейчас, по-моему, есть. И они клеятся на двухсторонний скотч к стене. В принципе, смотрится мило. Светит не очень ярко, как ночничок. Такой красный, да, новогодняя атмосфера. Мне кажется, будет симпатично. Очень хочу взять ребенку. Мне кажется, ей понравится. По поводу новой зимней коллекции. Девчонки, крем вот этот просто бомба. Он офигенный. Он пахнет супер. Ну, по крайней мере, мне нравится. Аромат выражен ярко. Сразу говорю, здесь у нас масло ши. Он мне нравится больше, чем прошлогодний однозначно. Он еще более питательный. Мне прямо очень понравилось. И как он пахнет на теле тоже. Я заказала две банки. Одну у меня забрали сразу. И вторую отжали тоже потом. Поэтому я осталась без этого крема. Буду заказывать ли по этой цене, не знаю. Или посмотрю, может, еще будут скидки. Потому что в нынешнем 16 каталоге он у нас дешевле. 190 рублей. Крема не хочу такие брать. Ни к чему они мне. А вот бальзамчик. Видела обзор. Говорят, что хуже, чем в прошлом году. Обычный, совершенно низкопитательный, скажем так, бальзам. Поэтому его брать не буду. Ну, по гелям для душа. Уже много кто их попробовал и разочаровался. Опять они у нас по 79 рублей. Я не брала вот этот. Я брала вот эти два. Здесь нет никакой елки, никакой хвои, ничего. Я чувствую какой-то бергамот. Девочки еще писали какой-то другой гель для душа. Схож с ним тоже. Но ни грамма елки. В этом я не чувствую гели для душа. А здесь штрудель. Да, здесь штрудель. Печенечка такая, печенька. Просто переклеили этикетку. Вот и все. Просто взять на подарок. За 79 рублей, да, неплохо. Подарить, так презентовать. Но тогда, девчонки, советую вот этот. Он хоть сладенький, вкусненький. И вот этот мне вообще не зашел. Просто не зашел. Стоит сейчас как жидкое мыло для рук. Не более. Будут хорошие скидки на линейку СПА. Будут желтые ценники при покупке двух средств. Я могу вам смело посоветовать. Вот эту вот восстанавливающую масочку для лица. Вот так она выглядит, девчонки. Критей Орхидеи она была у меня и очень мне нравилась. Она глиняная. И в то же время она увлажняла. Не пересушивала. Ну, классная. Она как очищающая масочка. Как выравнивающая тон. Мне очень нравилась. Возможно, повторю свою покупочку. Дальше у нас зачем-то. Вот про путешествие опять. Может кто зимой собрался, да? И новинка. Новинка. И какое чудо мы видим в каталоге Фаберлик. У нас пахнет страница. Это просто шок. Как мне не хватало этих пахнущих страниц в каталоге Фаберлик, вы наверняка представляете. Валькирия и Викинг. Пахнет у нас Валькирия. Что вам могу сказать по аромату, девчонки? Как вот мне он зашел, не зашел? Я уже который день к нему принюхиваюсь. И сначала почему-то мне кажется, что это какой-то гель для душа. А потом он раскрывается интересными нотками. Он сладкий. Он определенно сладкий. Древесности никакой в нем нет. С холодным морским аккордом. Ну, вроде как и есть слегка. Но вот этот холодный морской аккорд, я так понимаю, вот именно из-за него я ощущаю, что это просто гель для душа. Не знаю, девчонки, на любителя. Действительно, на любителя я брать эту водичку не буду. Ароматы Офиерик. Вот с ними я в Фаберлик подружилась, девчонки. Мне очень нравился и нравится вот такой вот оранжевый. Это первый флакон за много-много лет, который у меня быстро закончился и быстро использовался. Мне нравятся очень на зиму. Вообще эти ароматы шикарны. Розовый для тех, кто любит послаще. Оранжевый для тех, кто любит слегка посвежее. Но он тоже сладенький, но он очень интересный. Как жаль, что нам не сделали на него пахнущую страничку. И за 539 рублей мы можем купить два. Так что, кто еще свой аромат Фаберлик не выбрал, я, вы знаете, не являюсь поклонником аромата Фаберлик отнюдь, то советую присмотреться именно к вот этой вот линейке. Это вот тоже неплохой аромат. И на него у нас будет хорошая скидка. Мы можем взять два парфюма для него и для нее за 1300. И вот такие подарочные наборы. У меня свекровь очень любит этот аромат. Я возьму ей вот такой наборчик однозначно. Это дезодорант и гейт для души пусть наслаждается своим любимым ароматом. Моя любимая тушь Фаберлик будет со скидкой по 199 рублей. Это тушь ваш Оскар. Она шикарная, девчонки. Я вам ее показывала давно в обзорах. Она у меня уже закончилась. Она классная. Несмотря на то, что кисть не силиконовая, я была поражена тому, какое разделение, какое такое легкое наслаивание она дает, подкручивает, удлиняет и создает объем. Не осыпается в течение суток, девчонки. Я работаю сутками и сутки эта тушь на моей реснице выдерживает стойко, нигде не отпечатывается. Но так как мы с вами решили уже новиночку протестить, я прохожу мимо этой акции, но вам к ней очень советую присмотреться. Снова будет акция на галактическое путешествие. Это у нас блестящие тенюшки. И здесь не будет того оттенка, который я очень сильно люблю, самый светлый. Вы часто видите у меня его на глазах. Я подсвечу им подвижное веко. Хорошие тени мне очень нравятся. Девчонки, кому не понравились, кому не зашли. Как я делаю это? Наношу их на веко и пальчиком потом подтушевываю вбивающими движениями. Вот тогда они хорошо держатся, ничего с ними не случится. Вообще неделю будут держаться, наверное. А если наносить спонжем, именно вот этой кисточкой плотно из тюбика набрав продукт, то после того, как подсохнет, он может трескаться в складке века. Это получается слишком много. Его надо подтушевывать. Пройдемся по тональникам. У нас тут был двойной стиль. Я вам уже о нем говорила, девочки, что он жирный. Для жирной кожи не советую. Для сухой, возрастной, да. Для молодой, для нормальной комбинированной жирной он создает блеск. Мне это крайне неприятно. Сейчас я откопала прошлогодний запас крема «Абсолютный комфорт». Он будет здесь очень дешево стоить. 199 рублей и пользуюсь им. Это действительно комфорт. Он не создает блеска, не подчеркивает недостатки. Хотя у меня нет шелушения сейчас на коже. Я стараюсь как-то сейчас прям очищать ее интенсивно. Но, тем не менее, ничего не подчеркивает. В поры не забивается. Текстура средней плотности, перекрыть недостатки, вполне себе способен. Поэтому вот я вам советую присмотреться. Акция шикарная. Потом поблескивать начинает нос. Как бы, ну, это про прошествие 2-3 часов. Можно припудрить, ничего страшного. Это, в принципе, мне кажется, любой тональный крем, если у вас комби кожа. Присмотритесь, девчонки, крем действительно достойный. Не знаю, почему он так дешево стоит. Он гораздо лучше, чем тот же Дабл Стайл. Девчонки, вот про какую палетку я вам вещала вначале. Смотрите, в каталоге она у нас 499 рублей. А по Фаберли Клубу 1 рубль, если там ее не разобрали, да. Смотрите, какой здесь хайлайтер. Какие румяна и какой бронзант. Они чуть насыщеннее, чем в этой палетке. И, мне кажется, благороднее. Хотя вот камера передает, что это трожит. Нет, это очень красивый цвет. Вы видели все мою эту палетку. У меня только бронзант и остался целым из нее. И тоже почти весь израсходовался. Я ее хочу обновить. Она гораздо бюджетнее выйдет. Ну, как бюджетнее? Она выйдет за рубль по баллам, если, да. Даже если брать ее по каталогу, по акции, за 300 рублей можно взять. Сейчас в 16 каталоге. Вообще, по-моему, 290 она обходится за скидку консультанта. Ну, а это, по-моему, чересчур. Новинка маска за 150 рублей. Девчонки, я не беру такие маски. Уже мне жалко денег. Серьезно. Потому что за 150 рублей маску брать на один раз, это дорого. За 150 рублей можно взять тубу. Маску в тубе и пользоваться ей месяц. Если не месяц, то недели три точно. Но, что вам могу сказать. Из моих знакомых девочек, кто пробовал эту маску, все однозначно говорят, что она гораздо лучше, чем все эти три. То есть, она сейчас вышла на первое место по эффекту. Поэтому, если вы любите такие маски, будете брать, берите смело. Говорят, что она лучше, чем эти. Который каталог. Смотрю на Гардерику или Гардерику. И вижу прекрасные цены на наборы. И пенку вот эту очень хочу, девчонки. Сейчас вот добиваю свой уход. Добиваю уикенд. И обязательно в следующем или через каталог буду брать, тестить Гардерику. Девчонки, только у меня к вам вопрос. Кто пробовал эту пенку для умывания? Написано, что она для сухой кожи подходит. У меня комби жирная. Вот с комби и жирной кожей. Кто, девчонки, пробовал? Как? Как она ведет себя на вашем лице? Пока я слышала только положительные отзывы. Но очень интересно именно, не жирнит ли она кожу и не питает ли излишне, возможно. А так очень хочется попробовать. Хвалят ее практически все. На наборчике Блум, где у нас и дневной, и ночной крем, и сывороткой для век. Хорошая цена 749 рублей для весь комплекс. У меня сыворотка и крем для век из этой линейки. И мне, девчонки, ну как сказать, на лето было ничего. Потому что, ну, практически вода водой. Вы знаете, эффекта никакого не было, но и хуже не делала. Поэтому я к этой линейке как-то сразу отношусь предвзято. Все зависит от кожи, конечно. Если вам нравится, пожалуйста. Биомика. Я вам в прошлом видео, в конце этого видео оставлю вам на экране подсказку. Можете перейти посмотреть. Я тестировала вот эту мицеллярочку. Писала под видео свой отзыв на нее. Можете пройти, посмотреть. И поймете, как я отношусь к этой линейке. В акции Хороший на уикенд. Ночная маска плюс сыворотка 699 рублей. Я вам уже много раз говорила, что я люблю линейку уикенд. Очень положительно к ней отношусь. Но перестала использовать ее на дневное применение. Потому что она каким-то образом усиливает кровообращение. И я становлюсь как матрешка. С таким очень здоровым румянцем. И мне днем этот эффект как-то ни к чему. Я ставила на ночь. Сыворотку закончила в пустых баночках. Вам отзыв показывала. Тоже в конце видео. На это видео оставлю подсказку. Маску скоро закончу. И останется у меня еще гель. И все эти продукты я применяю на ночь, девчонки. На ночь. Сначала сыворотку, потом маску. Сыворотка закончила. Сейчас просто масочку. Мне нравится эффект. С утра такая кожа, знаете, отдохнувшая. Хорошо выглядит. Как бы, ну, вполне себе. Неплохая скидка будет на три ролл гель от отеков и темных кругов под глазами. У меня есть этот продукт. Уже в использовании полгода. Знаете, такой на экстренный случай. Вообще, мне кажется, лучше в холодильнике хранить. Никак я его туда не положу. Ну, как вам сказать. Когда сильные отеки под глазами, да, покушали что-то соленое на ночь, водички попили или не водички, и проснулись такая отекшая, вся красивая, он слегка их подснимет, конечно. Станет ситуацией немного лучше. Но не совсем. Не совсем, естественно, потому что это внутренние процессы в организме. А так очень достойное средство. Рекомендую. Очень шикарная цена на очищающий мусс для лица с энзимами. Скидка 50%. Прям тоже хочется его подкупить. Посмотрю, подумаю. У меня сейчас есть шаха, б, ц, а уже кончается. В запасе есть еще один б, брала по купонам. Ц стоит без дела, потому что это просто крем успокаивающий. Тоже неплохая цена на эти два средства. Шах б рекомендую. Это пилинг, скрабирование, шлифование лица. Там много частичек. Очень достойный. Кожа после него гладкая, шелковистая. Не устаю нахваливать. Пилинг Фаберлик, он на высоте. Действительно на высоте. Из линейки Вербена можно выбрать два продукта за 99 рублей. Абсолютно любые, да? Кто не пробовал мицеллярку Вербена, девчонки, берите. Даже не раздумывайте. Она шикарная. Да, там маленький объем, по-моему, 100 мл в бутылочке с 99 рублей. И не так бы как бы бюджетненько, да? Но тем не менее, она не щиплет глаза. Она очищает кожу лица до скрипа. Макияж снимает без эффекта панды. Я ее обожаю. Но у меня сейчас и Биомика, и Ивенская мицеллярка. Поэтому я пока пропущу эту акцию. Частенько на Вербену бывают скидочки. Я запасалась ей в свое время. Еще один флакончик даже остался, стоит. А вам очень рекомендую. По кремам, по остальным продуктам ничего не могу сказать. Очищающее молочко. А мицеллярка здесь шикарная. В линейке Эксперт Фарма тоже желтые ценники. Здесь мой любимый бальзам для стоп гладкие пяточки. Можно взять за 99 рублей. Но у меня два есть, пока мне хватит. Он очень хорошо смягчает ножки. Просто шикарно. Много раз про него вам тоже рассказывала. Я его очень-очень люблю. И есть еще Венатоника. Решила завязать с экспериментами в поисках какого-то чудо-средства. Венатоник давал мне самый лучший эффект. Поэтому буду пользоваться им. И по акции возьму себе две штучки. Именно Венатоника. За 119 рублей. Потому что через 2 минуты после нанесения уже пропадает абсолютно усталость ног. Вы чувствуете легкость, никакой тяжести. Просто супер. Поэтому не хочу больше экспериментировать. Покупать бесполезные продукты. Цена нормальная. Качество на высоте. Буду пользоваться им и радоваться. Еще новиночки, девчонки. Это у нас гели-смузи для душа. И маски для волос. Маска-пудинг, да? Я прям маску для волос, если честно, брать побаиваюсь. Потому что, ну не знаю, может и возьму, конечно, потестить. Но однозначно возьму гель-смузи с ананасом. Люблю я этот запах. Очень. Киви как-то авокадо не люблю. Может быть, возьму гранатик еще. Гранатик. А может и масочку для волос. Пишите, если вам интересно. Обязательно протестируем цены. В принципе, неплохие. 129 рублей гель-смузи. И 200 рублей маска. Это без скидочки. Хорошая цена на гель для интимной гигиены. 179 рублей. Он так стоит. Скидочка 40%. Мне он очень нравится. Я его люблю. Ни на что не променяю. В ближайшее время это точно. Гипоаллергенный, нежный, деликатный. Просто супер. Новинка в серии ухода за волосами. Линейки Эксперт. Это шампунь двойное питание и бальзам двойное питание. С антистатическим эффектом якобы. Смотрела обзоры. Тоже девочки, которые уже успели помыть им волосы. Ну, вроде как ничего. Вы знаете, говорят, вроде ничего. Но с одного применения трудно понять. Я брать не буду, девчонки, однозначно. Потому что вот на эту линейку для волос у меня была жутчайшая аллергия. Вот на этот 3D шампунь Volume. Жуткий зуд кожи головы. Я теперь побаиваюсь что-то из него брать, кроме черных средств. Они мне зашли. Я сейчас пользуюсь скрабом. И вот этот шампунь, кстати, Детокс будет хорошей скидкой. Он очищает волосы до скрипа. Вымывает все силиконы, лак для волос, все остатки всяких гадостей. Волосики чистенькие. И меньше будут жирниться. Поэтому вот этот шампунь советую. Новинку брать боюсь. Опять будет шелушиться кожа головы. А я совсем этого не хочу. Хотела повторить из вот этой линейки Эксперт для волос. Да, маску разогревающую для кожи головы. Но ее, к сожалению, нет в каталоге. А хотелось безумно. Буду искать на сайте, как начнет каталог действовать. Потому что она мне прям очень зашла. Я ее хочу, хочу. В детской линейке тоже желтые ценники. И тех, у кого есть маленькие детки, я очень советую присмотреться к вот этим вот средствам. Это у нас гель для купания младенцев. Гель для подмывания. Мы брали в свое время гель для подмывания. Очень долго. Мне безумно нравится. Гипоаллергенный. Одушка очень приятная. Никакого раздражения. Потрясающие средства для деток. Вообще просто фаберлик. Молодцы, конечно. Дальше у нас серия дом-фаберлик. Мое любимое средство для чистки духовок и плит. По хорошей будет цене 149 рублей. Берите, не раздумывай, очищает все. Прекрасно. Обожаю, люблю, моя любовь. И мое любимое мыло для кухни. Наконец-то в каталоге с кофе попало в акцию. При покупке двух оно будет стоить 85. Буду брать прям 2 и 2 с кофе. Самый такой вот классный аромат. Мне больше всего он нравится. В линейке освежителей дом-фаберлик появляется новый аромат ананаса. Обязательно возьму, протестирую. Мне кажется, будет очень вкусная новиночка. В линейке техно-кит снова скидка на наш любимый шампунь. Но у нас пока он есть в запасе. И на зубные пасты. У меня ребенок сказал, что ей больше всего нравятся эти зубные пасты. Поэтому будем брать свой очередной запасик. 69 рублей. Очень вкусная-вкусная цена, девчонки. И в конце, конечно, вот он этот подарочек. Палетка новеньким зарегистрировавшимся. Тем, кто думает регистрироваться или нет, конечно, регистрируйтесь. Подарок будет все равно шикарный, классный. Получить такую палетку абсолютно бесплатно, это здорово. Ссылка для регистрации у меня все время есть под видео. Если что, проходите, регистрируйтесь, покупайте. Ничего не бойтесь. Товары Фаберлик хорошие, достойные. Ну и на этом все. Надеюсь, что вам понравился мой обзор каталога. Пишите, какие новиночки хотите, чтобы я протестила. Какие новиночки будете заказывать себе. А я с вами прощаюсь до следующих видео. Люблю, целую. Пока-пока.